Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, стоит ли прислушиваться к знакам судьбы. То есть, как вообще реагировать на то, что происходит вокруг. Бывает, мы не замечаем каких-то подсказок, которые дают нам жизнь. И двигаемся в неправильном направлении. И вот в этом плане очень хорошая книга «Алхимик Пауэлл Кэлли», которая о чем говорит? О том, что когда мы прислушиваемся к этим знакам, то есть, двигаемся в соответствии со своим направлением, то в нашей жизни происходит все самое важное, лучшее. Когда мы отклоняемся от этого направления, то происходят некоторые вещи, которые нам могут совершенно не нравиться. И самое главное, что мы отходим от своей линии жизни, от своей линии судьбы. То есть, мы двигаемся не в том направлении, куда нам нужно. И вот, чтобы вернуться на эту линию жизни, важно прислушиваться к знакам судьбы, и чувствовать, что он для нас правильно, а что нет. И тогда это будет корректное и правильное действие. То есть вот я тоже, бывает, иногда не прислушиваюсь, не вижу этих знаков, а потом, когда начинаю их чувствовать, понимаю, что смотрите, а тут же вот такой знак, такой, такой. И когда долгое время не прислушиваешься, начинаешь чувствовать, что что-то здесь идет совершенно неправильно. То есть получается, цель какова? Цель это понять себя, то есть понять, куда двигаться, понять свое взаимодействие со Вселенной. Ведь сейчас очень много есть различных книг, тренингов, практик, которые помогают людям в увеличении создастей, помогают лучше понять себя. Но что важное в этом всем, что можно заниматься духовной практикой, но в то же время она не будет приводить к полному такому изменению мировоззрения, к полному познанию. Почему это происходит? Потому что человек не чувствует, скажем так, себя, эта практика не дает ему возможности в полной мере это почувствовать. И вот я, когда основываясь на своем опыте, да, уже 20-летнем практике, начинаю понимать, что мы идем как бы вот по этому пути, по истокам, шаг за шагом. И каждый наш шажок – это очень такая важная вещь на пути, как веха, да, то есть одна веха, вторая, третья. И так вот мы двигаемся по этим вехам, да, таким как бы знаком, да, и двигаемся все дальше и дальше. То есть мы начинаем лучше понимать себя и начинаем лучше понимать реальность. Потому что, по сути, вся Вселенная – это как единое целое, да, и наблюдатель, он создает эту Вселенную. Соответственно, конечно, если мы начинаем как-то подавлять это наше создание и наблюдение, то мы не можем корректно взаимодействовать. То есть мы начинаем как-то ужиматься, начинаем, ну, скажем так, как появляется чувство вины или появляются какие-то другие ощущения, которые абсолютно неправильные, они, ну, не подходят для нас. И вот правильно это будет тогда, когда мы осознанно творим наше, ну, скажем так, существование, нашу реальность. То есть и управляем ей. Управление в какой степени строится? То есть бывает, мы хотим внутренне что-то сделать, да, то есть у нас есть внутреннее намерение, но оно не состыковывается с внешним намерением, да, то есть внешнее намерение – это то, что дает нам реализацию, а внутренним намерением мы выбираем. Вот. Таким образом происходит что? Что мы можем взаимодействовать, да, то есть между собой внутренним намерением и между внешним намерением. Вот таким образом строится это корректное, правильное взаимодействие. То есть мы можем делать те вещи, которые, по сути, идут и двигают нас дальше. Ведь смотрите, если человек, например, ну, не знает, да, куда ему двигаться, он будет либо стоять на месте, то есть ничего не делать, либо будет создавать какое-то избыточное волнение и такие, ну, скажем так, неправильные, некорректные действия, которые будут выводить его из состояния радости, покоя и счастья. Вот. И поэтому каждый из нас может вот почувствовать себя. То есть, например, я когда делаю сессию, я что в первую очередь помогаю сделать человеку? Почувствовать себя, почувствовать, как он и куда ему двигаться. То есть мы убираем те вещи, которые мешают ему соединиться с состоянием источника, с вот этим высшим духовным состоянием, которое есть у человека. И когда происходит эта соединенность, то, соответственно, состояние выправляется, исцеляется, и человек начинает действовать осознано, по-доброму, хорошо. То есть он начинает действовать корректно, самое важное, то есть корректно для себя и для других. То есть у него уходит вот это состояние какого-то беспокойства, состояние страха, волнения. То есть он просто уверенно действует. И эта уверенность, она проявляется во всем, то есть в его словах, в его действиях, в его манере ведения себя. То есть вот это такая четкая и ясная уверенность. И чем больше такой уверенности у человека, тем больше и лучше он может корректно действовать. У меня, по сути, такая уверенность, вот я отслеживал, появляется тогда, когда действительно нету в пространстве негативного заряда. То есть то, что влияет, знаете, бывает человек как бы тянет в одну сторону, в другую, в третью, и вот этот заряд как бы разрывает его на части. А когда в состоянии спокойствия, умиротворения, то заряда никакого нет. Человек спокоен, уравновешен, ему хорошо, он чувствует, как правильно действовать, куда двигаться и так далее. И в этом состоянии спокойствия, равновесия ему становится хорошо. То есть он начинает осознанно творить свою реальность. Давайте посмотрим, как это делается на небольшой практике. То есть мы каждое видео делаем такую небольшую практику для того, чтобы почувствовать, это как сессия медитации, только такой активной медитации. То есть когда мы не просто, ну скажем так, наблюдаем пространство, но и что-то в этом пространстве создаем, меняем. То есть не двигаемся телом, а меняем в сознании. Вот, сядьте и лягте в удобном месте, чтобы вам никто не мешал, закройте глаза и создайте пространство сессии. Вот, и потом в этом пространстве почувствуйте себя как сознание и ваше тело, почувствуйте. Дальше наполните пространство любовью, счастьем. Вот, и посмотрите, какие в этом пространстве есть, ну скажем так, подсказки, да, которые помогают вам принять правильное, корректное решение. То есть в этом состоянии вы можете принять то решение, которое будет правильно. Просто посмотрите, что подсказывает вам пространство. Например, что нужно сделать, а что нет, как действовать, а что не нужно делать. Вот, и вот когда эти подсказки вы почувствуете, посмотрите, углубитесь туда, глубже, откуда они приходят. Как они вообще, ну скажем так, взаимодействуют с вами, эти подсказки, да, то есть откуда они приходят, с чем они связаны и так далее. Вот, этих подсказок может быть достаточно большое количество. Выберите те, которые, ну скажем так, наиболее близки вам, да, выберите, возможно, самую главную подсказку, да, которая. И примените ее в жизни, посмотрите, как вы можете ее применить в жизни. То есть что сделать в результате этой подсказки, как, например, вы сможете ее использовать в жизни. Вот, и таким образом начинайте реализацию. Реализация всей жизни. Если жизнь вам подсказывает, например, там, сменить работу, да, или, например, там, переехать в другое место, или, например, там, как-то изменить свои взаимоотношения с другим человеком. Прислушайтесь к этому и реализовывайте это в своей жизни. Наблюдайте за тем, как будет происходить этот процесс реализации. Вот. Если, например, что-то, есть какие-то сомнения, то исследуйте глубже это. Возможно, есть какой-то негативный заряд, который мешает. И вы тогда рассмотрите его, как есть. То есть не подавляйте, не обесценивайте, а посмотрите, откуда он пришел, исследуйте его и уберите, полностью рассмотрев, как есть. И тогда состояние ваше улучшится, и вы сможете гармонично принимать то, что дает вам Вселенная. Вот. Если в практике что-то не выходит, не получается, то напишите мне в личные сообщения, и мы сделаем консультацию, где я смогу вам подсказать и более подробно мы разберем вашу ситуацию в целом. Вот. И, конечно же, ну, на этом мы можем завершить эту сессию, да, наполните пространство любовью, счастьем, энергия безусловной любви. Вот. И дайте сессии перетечь в вашу жизнь, чтобы эти подсказки реализовывались в вашей жизни. Вот. И, конечно же, если это было вам полезным, понравилось, то ставьте ответ «му нравится», это палец вверх. Включайте колокольчик, это напоминание о новых видео, они выходят у меня на канале ежедневно. И, также, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписчик, и добавляйтесь в друзья в соцсетях, мои контакты указаны под этим видео. Поделитесь этим видео с вашими друзьями. Также в описании указаны мои книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Там есть больше информации о том, как творить свою реальность и как создавать мир вокруг себя. И исцеляться. Вот. И исцеляться от негативных суждений. Вот. По сути, Академия счастья и практика процессинга, она как раз для того, чтобы каждый мог исцелиться и стать осознанным, радостным и счастливым. Вот. Вот в этом, как бы, вся суть практики. И она помогает каждому почувствовать себя свободным духовным существом, наполненным радостью и счастьем. Вот. Для этого и проект Академии счастья создан. И меня зовут Шевченко Александр. То есть, и, конечно же, вы можете обратиться всегда ко мне, и если необходима какая-либо помощь в улучшении вашего сознания. Также сейчас стартуют курсы у нас, которые направлены на улучшение качества жизни. Это как справляться с подъемами и спадами в жизни и достоинство и целостность личности. Так что можете записаться, тоже написав мне личное сообщение в Вайбере. Вот. На этом, друзья, мы будем завершать. Вот. Сейчас появились у вас видео на экране. Посмотрите их. Это видео о процессинге, о том, как избавиться от негативного заряда, как изменить судьбу. Подписка на мой канал. И, конечно же, мой сайт для тех, кто еще не посещал его, обязательно посетите. Очень рекомендую. Вам всего доброго. До скорой встречи в следующем видео.